Приветствую вас. По первому вопросу я могу сказать вам так, что обида у вас, вот взяла вас обида, как вы говорите, потому что вы стараетесь для своих родственников, вы стараетесь для них, вы их приглашаете на все мероприятия, вы там ущемляете себя, а они вас, к вам вот так вот относятся, они вас, ну не то чтобы прямо игнорируют, но они явно относятся к вам более, так скажем, обесценивающе, чем вы, по вашему мнению, этого заслуживаете. Вот. И поэтому вы, значит, соответственно, и обещаетесь на них, поэтому вы и чувствуете обиду. Вот. Вы знаете, в этой ситуации, в этом вот, в этом контексте, я должен сказать о том, что именно вас, заставляет ущемлять себя, да, то есть зачем вы себя ущемляете, то есть что вас, что вами движет это делать, вот именно это вами что движет делать. Потому что получается так, что вы своих родных, да, вы их, получается, приглашаете к себе и ущемляете себя для себя же. То есть вы это делаете не для них, как бы, вы это делаете для себя, как бы. Потому что вы считаете, например, что так будет правильно. Вы считаете, например, что так будет верно. Вы считаете, например, что так будет, ну, может быть, более подходящим, что ли, да? Да? Ну, более подходящая такая, получается, модель поведения. Вот. И тонкость вся в том, тонкость вся в том, что вы действуете в себе во вред. Таким образом. То есть когда вы приглашаете своих родных к себе, да, вот, ущемляем себя, главное, чтобы гостям хватило. Вот, кстати, вы не пишете здесь, чего хватило. Ну, зачем так делать, да? Ну, вот. Когда вы говорите так, вы себе вредите. И этот вред, ну, этот вред вам, он, как бы это сказать, накапливается. Он копится, 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 копится. И у вас появляется потребность в том, чтобы вам ответили на ваше отношение. То есть у меня хорошее отношение к тебе. И, соответственно, мне хочется, чтобы и у тебя было хорошее отношение ко мне. Потому что мое отношение к тебе, оно является, скажем так, само пожертвованием. То есть я жертвую собой каждый раз, когда хочу что-то как-то хорошее для тебя сделать. Я жертвую собой каждый раз, когда ты, например, приезжаешь ко мне в гости. Ну, это так, просто в качестве примера, да? И вы же понимаете, что, в принципе, ваши родные, да, они, ну, вам, они ничего не должны. То есть они захотели вот так вот, вот так, и, как бы, ну, произошло. Да, так и случилось. Они имеют право так поступать. Ну, в принципе, имеют право. И, как бы, это их выбор, это их выбор. А вам обидно почему? Потому что по факту, получается, по факту, получается так, что они делают выбор для себя. А вы выбора для себя не делаете. То есть вы, как бы, не свободны в этом плане. Вы не можете быть, вы не можете быть свободны. У вас не получается быть свободны. Поэтому у вас не получается делать выбор именно для себя. Вот. Вы делаете выбор только исключительно в контексте, ну, вот, своих родственников. И здесь, соответственно, нужно понимать, что, с одной стороны, есть некая установка ваша, которая заставляет вас поступать подобным образом, да, то есть действовать вот так. Это, с одной стороны. И, с другой стороны, с другой стороны, необходимо больше внимания к себе. То есть не нужно ничего делать для своих родственников такого, чтобы вас ущемляло, чтобы вы чувствовали, что вот вам тяжело, что вот вы себя там пересиливаете, допустим, вот, что вот вам не по себе как-то и вообще вот как-то вот вам, ну, дискомфортно, да. Вот, вот, вот этого всего не нужно, на самом деле. То есть анализируйте, когда вы хотите что-то сделать для своих, да, когда вы хотите что-то сделать для вот кого-либо. Анализируйте, анализируйте, и если вы чувствуете, если почувствуете, что вам тяжело, то этого делать не нужно. Обидно не будет, потому что вы сами делаете выбор, сами его совершаете, как бы, вот. Вот. И другому человеку выбор позволяется делать то же. И это нормально. Это нормальное взрослоповое поведение. А у вас получается, к сожалению, так, что вы сами, значит, делаете не свободный выбор. Вот. И от других ждете, что люди тоже будут делать не свободный выбор. Ну, просто потому что. Но если так подумать, то это же праздник людей, да, это же какое-то событие, мероприятие. И они, естественно, хотят, чтобы им было максимально комфортно. Вот. Почему вам некомфортно? Это уже вопрос другой. Почему им некомфортно, чтобы вы приезжали, допустим? Это уже другой вопрос. Ответ, конечно, я не знаю, что это история. Вот. Дело в том, вы пишите, что у меня до нашей семьи, и семью моего дяди, папин брат, в последние годы происходят стычки. Они с нами общаются через раз, и то через зубы. Да, то есть конфликты, они возникают уже, возникали раньше. Вот. Конфликты были. Да, то есть к людям, ну, у людей какие-то претензии есть к вам. Обиды, может быть какие-то, может быть, просто недовольство вашим поведением. Ну, и так далее. Вы для себя определитесь в первых атаках. Вам вообще зачем нужно, чтобы вот, ну, чтобы эти родственники, да, были с вас? То есть зачем вам? Ну, у них своя жизнь, у вас своя жизнь, как бы. Или вы считаете, что если родные люди, то обязательно должны общаться? Как бы, то есть, ну, есть какая-то обязанность, есть какую-то обязательность. Вы так считаете? Если да, то, опять же, почему? Почему так? Вот. То есть здесь, вот, с одной стороны, нужно так. Ну, и с другой стороны, вы хотите, чтобы было вообще, ну, если вы хотите комфорта, если вы хотите адекватного какого-то общения между вами, то для этого нужно делать что-то. То есть для этого нужно разбираться, для этого нужно выговаривать, для этого нужно выяснять отношения, да, то есть, вот, почему вот, что мы, как бы, там, сделали вам плохого, да, как бы, ну, вот, мы чувствуем, да, или вы, там, чувствуете, например, что, там, есть обиды, какая-то, да, маловато, например, ну, вот, и, значит, там, просто нам нужно поговорить, почему так? Почему это имеет место быть? Вот. А если не разговаривать, то, а как же тогда? Как отношения улучшить? Ну, здесь нужно определить вам, чего вы хотите именно, в первую очередь, сами вы, чего и зачем, самое главное, да, вот, ну, людей не заставить, они, вот, вот, они не хотят, да, ну, это их выбор. Если вы считаете, что так должно быть, если вы считаете, что, ну, не здорово, что, ну, между вами есть какие-то стерки, там, да, и проблемы, но, вот, если вы так считаете, то подумайте, что можно сделать, но, в первую очередь, для чего это вам? Для чего это вам, самому, вам и вашему мужу, например, зачем это, ну, если вы какие-то свои желания, какие-то свои потребности, какие-то свои страхи пытаетесь реализовать через это, то, что ничего хорошего не будет, ну, в данном случае. Если вы удовлетворены, в принципе, во всем, и хотите просто так и делать, потому что считаете, что так правильно, ну, что у вас такое убеждение, да, вот, то постарайтесь, но поймите, что для этого нужны усилия. Ну, вот, далее, вы говорите, как мне уговорить маму, да, чтобы она взяла меня с собой. Здесь вот тоже не очень понятно, почему ваша мама, она, так, давайте я сейчас еще раз посмотрю, чтобы не ошибиться. Так, папа, так, значит, тетя сказал, что приглашены все, буквально на днях, тетя звонит маме и говорит, мол, так-так-так, вы как приедете все или вдвоем? Мама ей ответила, что если надо, кому надо, приедут вдвоем, без детей. Ну, во-первых, по-моему, страны чем обусловлена такая позиция? Почему тетя внезапно дала такой вопрос? Почему она уточнила? Дальше. А почему ваша мама согласила? Ну, я не показал странным, что только двоих приглашают. Третье. Окей. Ага, пригласили вас, без детей. Ну и что? Это разве плохо? Почему бы вам, если хочется праздника, не утроить свою собственную молодежную тусовку, мероприятие и так далее? Зачем вам с родными быть? Это вам по большей части скучно, довольно, и у людей объективно. Малые интересы как бы общих и так далее. Это джем. Ну, без детей, без детей. И хорошо. Может быть, люди хотят там, я не знаю, побыть просто вот в своей в этом даже встой категории, да? Без молодых. Может такое бы? Да, вполне. И к вам это отношение вообще никакого не имеет тогда. Понимаете? Ну, то есть, понимаете, да, есть тоже ваш мотив нужно понять. То есть, вы так переживаете того, что вас пригласили на мероприятие, да, на праздник. Почему? Почему из этого нельзя извлечь выгоду? Почему вы как бы не думаете о том, что люди это делают там, исходя из своих желаний? Что это не вас как бы обидно, а, ну, может быть, там, другая причина какая-то есть. Да? Вот. И самое главное, зачем вам это? Зачем? Ну, едут люди там, как это сказать, ну, более старшего поколения, да, на местное мероприятие, как бы, вот, будет съедать, а вы из этого не влечите выгоду. Да? То есть, проведите время так, как никогда бы не провели его со своими родными. что мешает это сделать? Не понятно. Как муж относится ко всей этой истории? Тоже не явно. Дальше. Эм, так. Значит, вы спрашиваете, как, как можно попустить со мной родной и единственной племянницей? Знаете, вот, эм, у меня такое ощущение складывается, что вы себя идеализируете. Идеализируете может быть семейные связи, семейные узы, узы, вот. То, что вы племянница, то, что вы племянница, не делает вас особенным. То, что вы племянница, не делает вас эм, кем-то, ну, кем-то особенным. Вот. Знаете, и тут я могу у вас спросить, почему вы считаете, что только из-за того, что вы племянница, вас должны приглашать. Зачем это лично вас, лично вам это зачем? Чего вам не хватает? В чем вы называетесь? Дальше идем. Ага, так. Бабочка на праздник не идет, болеет. Говорит, приезжайте со мной будете. Я согласна видеть их не хочу. Родители поедут. Как мне уговорить, чтобы взяли меня и меня с семьей тоже? тут, если честно, не очень понятно. Вы не хотите видеть тетю, да, и семью тетю. Вы хотите к бабочке, что, в принципе, вполне логично. Да? Вот. Вот. но почему-то ставить эту поедку в зависимость от своих родителей. Вы говорите, как мне уговорить маму взять с собой меня? Разве вы не простой человек? Разве вы не самостоятельный человек, чтобы одна либо с мужем, если вы соскучились по бабочке, поехать к ней и все. То есть, что вам мешает одной поехать к бабочке? Ну, одной, как самостоятельное, как самостоятельное лицо. Зачем обязательно, и зачем, и почему обязательно ставить в зависимость себя от своих родителей? вы же самостоятельное, у вас муж есть, семья своя есть. Ну, Знаете? Дальше. Ам... очень хочу поехать, просто соскучилась по бабочке. Тут вы пишите знак вопроса, не очень понятно, в чем вопрос. Раньше мама была спокойная, отзывчивая, сейчас, то ли время такое, какое время, то ли возраст, ей в августе 50. Ну, это кризис, да, один из возрастных кризисов вполне может быть. Ну, вот. Орет, иной раз терпеть это все не могу, плакать хочет, плакать хочет. Ну, опять же, Елена, вы взрослый, самостоятельный человек, да? И дело даже не в жилье, на самом деле, дело не в нем. Дело в вашем скорее восприятии. То есть, вот. почему-то вы, почему-то вы воспринимаете через чур, близко к сердцу поведение своей мамы. Она орет, это ее проблема. Она орет, ей трудно, ей тяжело, тяжело, может быть, ее что-то не устраивает, ее что-то не удовлетворяет. Так, куча может быть проблем. и причин. Почему вас это волнует? Почему вас это беспокоит? Вот. У вас своя семья. неудовлетворенность. какая-то нереализованная. Может быть, страхи какие-то. Ну, десять лет это нормально, частное явление. Ого. И так далее. Вы подумайте, как можно вашей маме помочь? Как можно ну что-то сделать для мамы? ее направить на любимое или приятное ей хобби дело? Что можно ей дать? Чего ей не хватает? Как можно помочь человеку? Понимаете? Вот это важно. И проанализировать себя. Почему и в чем вас задевает? Она на вас орет. Ну, орет и орет. Ну, как бы игнорировать это. То есть не обращаться внимательно. Понимаете? Вот. Это не из-за вас. Но вы думаете, вы думаете, что это из-за вас. то есть у вас такое восприятие, что это из-за вас. И вы принимаете это близко к сердцу. И вот здесь у меня есть такое предположение, что вам не хватает внимания к вам. это съесть у вас недостаток собственной значимости, как мне это видеть. Вот. Но это ваша проблема. Понимаете? И решать эту проблему нужно именно вам самой. Не через кого-то, да, не через людей, а именно вам самой. Если эта проблема есть. Действительно, если она имеет эту проблему. Вот. С ней нужно разбираться. корректировать ваше поведение, тут нужно анализ проводить и так да. Вот. Но по общему правилу, по общему правилу, я рекомендую вам делать следующее. Если вам хочется быть значимым, постарайтесь повторяйтесь относиться к людям так, как вы сами считаете правильным для себя, но при этом нет вреда. При этом так, чтобы не было вреда вам. Вам самой, чтобы не было времени. И тогда, тогда все будет замечательно у вас. Вас будут окружать только те люди, которые будут ценить ваше отношение к вам. Опять же. Вот. Понимаете мою мысль? Надеюсь, надеюсь. Ну, а если не получится, если будет что-то мешать, то об этом можно будет поговорить. На этом все. Я думаю, надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.